Одежда, автоматы, гранаты, палатки и мотоциклы. Это и многое другое подготовили для отдыхающих в загородном лагере Куйбышевского района. Как проходили профильные смены, узнали мои коллеги. Ездить по центральным улицам города за рулем мотоцикла Игоря Курбангалеева еще не приходилось. Сегодня такая возможность представилась, правда, пока только в сопровождении госавтоинспекторов. Ну, вообще, не забуду, третий раз ездим, но на мотоцикл удается первый раз только вот. Интересная идея? Ну да, интересно. Чего бы нет. На собственной технике в загородный лагерь юный изобретатель едут впервые. Когда они узнали, что поедут в самостоятельное сопровождение, для них это как бы становится стимулом. Приходили, звонили, технику мыли, красили, как говорится, всю мазуту лишнюю снимали. В общем, готовились. Не испортил настроение даже дождь. Для мотопробега технику выбрали самую надежную. Для нас это праздник, для детей в первую очередь, конечно, это праздник. И поэтому все это было предусмотрено заранее. Дети, я говорю, что они неделю уже приходят, занятия закончились. Они приходили, обсуждали, как сделать, как поедут, кто поедет. Это тоже для них очень важно, потому что за рулем по городу, как бы, это же, сами понимаете, шел отбор у них определенный. В гимназии номер один итоги профильной смены уже подводят. На грант в 600 тысяч рублей здесь открывают Центр патриотического воспитания. Что было необходимо, все это было приобретено в рамках реализации гранта. Это форменная одежда, это оружие учебное, это автоматы, пистолеты, гранаты, различные палатки туристические. И дети были у нас как бы в единой форме. Три десятка ребят прошли строевую, физическую и медицинскую подготовку. В первую очередь я приобрел навыки командования взводом и, возможно, что пригодится при поступлении в военные, возможно, какие-то училища. Понравилось, наверное, больше всего автоматы, разбирать, собирать, что-то новое. А тяжело было вставать в 5 утра, потому что рано не встаю никогда. Сплотились, собирали палатки, разбирали. Все это очень помогло сдружиться с командой и отделением. Впереди еще три сезона. Набраться сил перед учебным годом смогут еще больше 700 ребят из разных районов области. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС.